КОНФЕТ Во многом это домашний рецепт, но вместо сливок или сметаны идет сыворотка. Этот продукт недооценивают, ведь его считают отходом молочного производства. Хотя из сыворотки можно приготовить много полезных товаров. Здесь сахара очень мало, сливок, жирности мало, поэтому очень полезный продукт для организма. Готовят конфеты чуть более получаса и на выходе получают что-то похожее на ириски. Их можно спокойно купить в трех этномаркетах Улан-Удэ, однако стоят они чуть дороже привычных нам конфет. Ведь это ручной труд, да и к тому же у них особенная упаковка. Самое классное применение именно расходный продукт. Туристы очень любят то, что можно попробовать. И это красиво, колоритно, нигде больше такого не встретите. У нас даже специально приготовлено на трех языках. На русском, на китайском, на английском, чтобы туристы могли прочитать на своем языке. Меж тем есть тут еще один язык, точнее надписи на стармонгольской каллиграфии, которую стараются понемногу возродить. И вот этот красный лабиринт тоже один из почти забытых подвидов письменности. Не каждый умеет так писать. Это уже нужно видение уже художественное. А как читать такое? Можно. Можно и читать научиться. Это с орехом? Это с кедровым орехом. Передать их вкус очень сложно, так как почти никто не пробовал конфет на сыворотке. Оттого у сладости своя особенная кислинка. Кому-то она, ну, очень нравится, например, мне. Вот вторая мне пока вообще понравилась, которую мы делаем. Остальных есть менее кислый подвид. Называют их шенехенскими с добавлением красного пшена. Вообще в планах, конечно, расширить производство и открыть магазин сладостей, не обычный, а похожий на ювелирную мастерскую, в которой конфеты были бы представлены как произведение искусства. Действительно, они достойны этого. Хоть рецепт авторы лакомства держат в секрете, но охотно проводят мастер-классы по старой монгольской письменности. Более того, они могут вас научить выделки шерсти, ведь шкуры зачастую становятся таким же побочным продуктом, как сыворотка. Но их можно сохранить, даже если овцы относятся к мясной породе. Например, можно получить зимнюю обувь или очень теплые одеяла.